Не только улучшать условия лечения, но и оснащать современным медицинским оборудованием. Ход капитального ремонта и установка техники в хирургическом корпусе 1-й районной больницы – основные темы рабочего совещания. Во время капремонта готовят специальное помещение под ангиограф – технику для исследования функционального состояния сосудов пациентов. Я хотел бы узнать, когда от батона до патрона будет закончен ремонт ангиографа и когда производители аппарата приступят к монтажу. Представитель подрядной организации назвал дату окончания ремонтных работ – середина ноября. Потом начнутся пусконаладочные работы на оборудовании. Они займут около полутора месяцев. Участники совещания, в том числе и представители территориального управления номер 4 дирекции единого заказчика Минздрава региона, осмотрели здания, где ведутся работы, побывали в помещении, где установят ангиограф. Оборудование очень дорогое. Производство «Симонс» и сами производители производят пусконаладку. И там очень строгие требования к помещению. Даже полградуца уклона пола не допускается. На ангиографе что мы будем делать? Это в первую очередь помощь пациентам с инфарктом миокарда, с острым коронарным синдромом. Будет производиться сразу при поступлении пациента, не через сутки, не через двое, а сразу наложение стенда, исследование коронарных артерий и восстановление кровотока. И тогда некротические процессы на фоне инфаркта миокарда уже не развиваются. И человек живет нормальной, спокойной жизнью. Капремонт проводится по губернаторской программе нашей Подмосковьи. Вот работа и установка оборудования под контролем правительства региона. Мы обсудили все рабочие моменты, выявили тонкие моменты, которые требуются решать с привлечением ресурса министерства. Завтра я этот вопрос обсужу с руководителем ДЭС, и я думаю, что у нас сдвиг будет в положительную сторону. Назрели ряд проблем, которые просто было необходимо решать. Это то, что говорил Юрий Наумович с помещением ангиографа. Вы слышали, что все договоренности достигнуты, ждем их решения в ближайшее время. Работы идут согласно графикам, даже немножко с опережением. Учитываются пожелания врачей, где какую палату разместить, каким оборудованием оснастить, где какие консоли поставить, чтобы было комфортно врачам лечить, а пациентам находиться. На данный момент строители ремонтируют инженерные сети, вставляют окна, делают операционные, реанимацию и палаты, в том числе повышенной комфортности. Из областного бюджета выделено свыше 300 миллионов рублей на капитальный ремонт, покупку и установку оборудования, мебели. Работы по ремонту хирургического корпуса ведутся с небольшим опережением. Но учитывая, что сейчас травматология, хирургия, находится реанимация в разных корпусах больничного городка, мы договорились с строителями, с Минздравом, что полностью объект будет завершен до 1 мая 2020 года. Юрий Райхман показал пандус к пристройке хирургического корпуса, где находится сосудистое отделение первой районной больницы. Пациента наносят под навесом и сразу завозят на каталку, а вот туда, в приемный покой. Все, скорая заезжает вот отсюда, сразу под навес, мы удлинили площадку, вот эта вот, она была коротенькая, изменили лестницу, скорая заезжает, выгружает пациента под навесом и сразу пациент поступает в приемный покой. А выезжают машины с другой стороны. Между прочим, такая возможность транспортировки пациентов есть даже не во всех клиниках Москвы. Евгения Светлая, Олег Красноухов, Новости Искровых.